Звонки с незнакомых номеров под видом банковских работников. Подозрительно щедрые предложения по кредитам, хитрые условия, прописанные в договорах мелким шрифтом. Мошеннические схемы с каждым днём становятся всё изощрённее. Небольшие платежи за предоставление информации по вашему счёту. Небольшие платежи в размере до 100 рублей они могут быть, ежемесячные. Человек на это внимания не обращает, галочку уже ему в договоре поставили работники банка. Соответственно, человек выплачивает кредит, выплачивает проценты, а вот эти маленькие платежи он не выплачивает, он просто на них не обратил внимания. В итоге долг, штрафные санкции, суд. Исход таких историй практически всегда один. Выпутаться из финансовых силков поможет только опытный специалист. За помощью необходимо обратиться в Государственное юридическое бюро, либо оставить заявку на едином сайте «Претензия-24». По итогам 2021-го деятельность региона в сфере защиты прав потребителей назвали «Прорывом года» на федеральном уровне. Около 30 тысяч человек получили бесплатную юридическую помощь силами Госюрбюро, силами адвокатов, которые получают компенсации, кто работает в системе бесплатной юридической помощи. То именно отдел, который работает в защите прав потребителей, Госюрбюро, почти 2000 граждан получили защиту. В эпоху банковских карт и электронных платежей набирают популярность преступления в сфере цифровых финансовых услуг. Причем способы со временем практически не меняются. Растет только список возможных ударов по кошельку жертвы. И бьют, как правило, в самый напряженный момент. Многочисленные исследования показали, что экономические кризисы и связанные с ними сокращение доходов граждан, они всегда дают порождение активизации применения быстрых услуг финансовых и порождение активизации мошеннических действий. Ускорение операций в электронном поле позволяет мошенникам определить появление защитных механизмов. Специалисты работают над пресечением мошеннических действий, но самые первые меры к сохранности своих финансов может принять сам гражданин. Специалисты в сфере защиты прав потребителей напоминают, ни в коем случае не нужно общаться с представителями банков по телефону, особенно если те звонят с незнакомых подозрительных номеров. Скорее всего, это мошенники. Также не следует обращаться в сомнительные кредитные организации и, конечно, тщательно проверять документы на наличие скрытых пунктов и условий. Эти важные правила помогут уберечь себя от мошенников и сохранить свои бережения в безопасности. Анна Чайникова, Сергей Рябухин и Бахтияр Салтанов, репортер 73.